Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Кто не подписался, можете это сделать прямо сейчас. Я вооружился вилкой, а это значит, что пришло время обжоров. Да-да, не удивляйтесь, именно обжоров. Вы можете пройти по ссылочке, которую вы найдёте в описании видео. Там собрана вся коллекция моих обжоров. Так что, господа, приступим! А сегодня на повестке дня... Чудо из Макдональдса. Новиночка. Так. Это я пока вам не покажу. Вот это чудо, вот в такой вот коробочке. Смотрите, всякие изображения, белорусские всякие орнаменты, узорчики. Ух ты, чуть не упало. Вкус уже, вот такой аромат насытился. Так, ух ты. Смотрите, даже мне вилку... Вилку дали. И даже пластмассовый нож. И не понадобилась своя вилка. Ну что ж, друзья, и салфеточки, самое главное. Вот в этой чудной упаковочке находится био-сметана. 20% обычная сметана. Опять она, видите, украшена всякими узорчиками. Это, кстати, новинка. Белорусское блюдо. Называется драники. Ну вот, три картофельные латки. Вот так вот они расположены здесь. Все это очень чудесно, образом выглядит. Я вот не знаю, есть ли в России, Украине, вот кто смотрит. С Казахстана люди. Есть ли у них в Макдональдсе вот такие свои национальные блюда. Есть ли у них драники в Макдональдсе появились. Вот, можете в комментах написать. Давайте сначала заценим сметану. Ну, на вид к драникам вернемся. Обычный драник. Ну, такой он, немножко круглый. Ну, по цвету от домашнего, ну, чуть-чуть бледнее домашнего, скажем так. Давайте заценим сметану. О-о-о, сметаны, да. Знаете, когда банку покупаете в магазине, она же до краев, а здесь, ну, вот где-то вот до сюда, вот где мой палец. Вот до сюда, до сюда. Да, я думал, конечно, она до краев будет. Ну, такое чувство, кто-то тоже полазил. Ну, скорее всего, нет, не полазил, потому что, когда я нес, она немножко раструхалась, размотлялась. Ну, раз макдональдсы дали нам вилочку, надо же ее испробовать. Так, открывается она легко с помощью зубов. Так, ну, обычная пластмассовая вилка. Заценим, кстати, сметану. Ну, по-моему, обычная сметана, ни с чем не отличается. Не, ну, кстати, знаете что? И, кстати, я очень редко ем вот такую сметану, в холостую. Чуть-чуть она с кислинкой, не знаю, может, это у меня. Ну, в принципе, нормально, пойдет. Ну что, берем драник. Берем его, кругленький. Давайте чуть-чуть отщипем, наколем, макнем. Ну, скажем так. Конечно, кардинально отличается от домашних, это безусловно. Но чувствуется вот эта картошечка на вкус. Все-таки до домашних далеко. Домашние такие вот более, ну, катехастые, насыщенные, жирненькие. Но все-таки есть какой-то привкус, что-то вот не то. Но, знаете, вкусно. Да-да-да. Нормальная тема. Уж не знаю, как они тут ее не сделали, но достойно, достойно. Весьма-весьма неплохо. Вот Макдональдс начал какие-то прикольные реальные вещи делать. Такие уже более, скажем, не искусственные, как чизбургеры, которые тоже делался обжор на гамбургеры. А тут реально чувствуется... Кстати, знаете, что сделаем? Я все это туда покрышу. Кстати, вот это нормальная тема. Все это перемешаю. И можно вот такой вот, вот этим вот крошевом насыщаться. И вилка, кстати, удобная, не ломается. Но нормально, вот можно вот так вот ее... Я все, короче, покрышил в эту штуку. И можно жрать. Ну, так нормально. Нормально. Достойная вещь. Коробочка классная. Что тут нарисовано? Ну, ничего. Тут даже не написано, сколько калорий. Сколько что? Просто коробочка и все. Обычно, знаете, пишут. Сколько калорий там белков, жиров, углеводов. Короче, ничего не пишут. Так, в стороночку. Сейчас эту всю фигню доем. Да. Но немножко подостили, откуда я вез. Все-таки. И... Норм. Нет, давайте попробуем с нормальной вилкой. Ну, да. О, с нормальной, конечно. С домашней. Можно чуть-чуть больше замешать. В общем, друзья. Вот эта вещь нормальная. Наверное, одна из немногих вещей в Макдональдсе, с которой можно насытиться. Так. Вилочку можно сюда. Ножик нам не пригодился. Давайте заценим нож. Ну, обычно есть такой... Что, знаете, эти столовские ножи. Или в поезде, или в самолете. Зубчиками. Ну, перед хорошо, коротко. Ну, и сюда. Нормально так. Так, ладно. Сюда пакуем. Салфеточкой есть. Ну, салфеточек нормально. Дали. Так что все, друзья. Так что пишите в комментах, есть ли в ваших странах подобные национальные блюда. Вот у нас в Беларуси, ну, как драники сделали Макдональдс фишку. Может, они у вас есть, у ваших странах. Можете написать, будет интересно почитать. Кто хочет больше обжоров, проходит по ссылочке. Напоминаю, в описании видео. Ну, а с вами был Женек. Подписывайтесь на канал. Хорошего вам настроения, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok